Виталий, приветствую тебя! Снова мы возвращаемся в привычное русло нашей с тобой еженедельных эфиров, анализы ситуации рыночных, фундаментальная, техническая, составляющая, ищем возможности, делимся ими, друзья, ссылами, чтобы у вас была какая-то основа для принятия инвестиционных решений, разбираем самые, наверное, топовые инструменты, не только рынка Форекс, но то, что нам кажется интересным, опять же, если что-то нужно забрать дополнительно, пишите в комментариях, что я могу сказать, потому что Виталий обязательно даст фидбэк и поддержит вас по инструментам, подскажет, как можно действовать по другим активам, выпадающим, опять же, из нашего обзора. Давай тогда традиционно начнем с меня, с демонстрацией экрана. Так, момент. Честно говоря, вот за неделю моего отсутствия на рынках, собственно, ничего не изменилось. Вот индекс доллара, который котировался примерно там в районе 93 фунтов, так и держится там в отношении риска, в принципе, то же самое. Фунт у нас активно ходил на рисках брегиста, сейчас восстанавливается. Но вот все-таки к идеям, которые были в прошлый раз, их было несколько, я рекомендовал покупать европейскую валюту, которая, в принципе, благополучно растет. Вот рост как тенденции сохраняется, и я думаю, что мы с этой дни сможем очень неплохо поработать и дальше, потому что европейскую валюту будет поддерживать ожидание слабости американского доллара. Что важного было на прошлой неделе, это так, небольшая фундаментальная вводная, потому что неделя была пропущена, это заседание Педрезерва, где мы получили четкую установку американского регулятора, то, что сейчас политика инфляционного таргетирования, разумеется, будет действовать, политика инфляционного таргетирования подразумевает невозможность повышения ставок. Это значит, что ставки будут оставаться низкими и ФРС готов к новым мерам экономического стимулирования. Эта неделя очень важная, потому что Паул будет выступать в Конгрессе, это двухдневное его выступление, конечно же, будут отсылки еще к его последним комментариям. Но на что нужно ориентироваться? На то, что на этой неделе мы можем получить дополнительную установку от Педрезерва касательно того, что стимулирующий подход к монетарному курсу останется при аритете. Также на этой неделе очень высокая вероятность того, что Конгресс США, Палаты представителей, скажем так, республиканцы и демократы согласуют новый пакет фискальных стимулов. По минувшую пятницу были обозначены продвижения в этом вопросе. То есть Нэнси Пелози, которая является лидером Палаты представителей, мне кажется, недвусмысленно сказала, что законопроект по новым фискальным стимулам будет согласован, вероятно, уже до конца текущих пятидневки. Это значит, что в самое ближайшее время мы можем получить от правительства, как трейдера, разумеется, как спекулянты, новый фонд помощи. И я думаю, что, Виталий, этот фонд превысит 2 триллиона долларов. Как на это отреагирует американская валюта? Ну, руководствуясь опытом реакции доллара на прошлые меры экономического стимулирования в подобном масштабе, доллар должен показать очень серьезную слабину. Евро, доллар и индекс доллара очень сильно коррелируют, практически стопроцентная корреляция, но среются. Для тех, кто не покупал европейскую валюту, я рекомендую присмотреться тоже к сделкам на покупку, но, например, использовать для этого уровни побежек скользящей средней, 137-й, который я сейчас обозначаю, подсвечиваю. То есть европейскую валюту можно покупать в диапазоне 1,1820 и 1,1850. И в расчете на то, что главный валютный риск на слабости доллара продолжит восходящее движение, закрепится выше отметки 1,12 и протестирует уровень 1,20. Я прям призываю всех сейчас рассмотреть возможность для ланголов. У нас есть еще индикатор ренчных настроений Кайман, который сейчас снова показывает, что большая часть трейдеров продает около 70%. Это также подтверждение того, что рынок пройдет в противоположную сторону от действия толпы, то есть по пути не меньшего сопротивления. Это тоже ланговые сделки. Также были комментарии по поводу индекса доллара еще в прошлый раз. Если кому не хочется работать с волатильной европейской валютой, действительно евро очень активно ходит и ходит в принципе в коридоре. Можете поработать с индексом доллара. Например, хорошая сделка может получиться продажей индекса доллара с отметки 93,20, стоплост 90,60, а тейк профит на многолетних минимумах примерно в значении 91,70, даже пониже. Хотя для того, чтобы индекс доллара прошел такой путь, я думаю, что потребуется не одна неделя. Но, кстати говоря, по этой сделке не будут взиматься слопы, и она может стать очень интересной, если зайти в очень хорошие и перспективные продажи. Почему доллар нужно шортить, только что сказал. Мы ждем мягкой риторики от Паула, ждем нового пакета фискальных стимулов от правительства США и соответствующие реакции, логичные для американской валюты. Еще была сделка по нефти, но вот она, к сожалению, закрылась по стоплосту, потому что новостной фон очень сильно изменился. В частности, в районе 40 долларов за баррель. Я был абсолютно уверен, что нисходящая динамика продолжится. Но данные по запасам, сам факт ураганов в Мексиканском заливе, сейчас все следят за ураганом Сали и тем фактом, что уже переостановлена работа больше 30% нефтедобывающих мощностей. Еще заседание ОПЕК немножко подпортило настроение продавцам, потому что страны ОПЕК подтвердили приверженность прежним условиям соглашения, политического факта, и трейдеры решили, что в случае чего ОПЕК всегда сможет поддержать рынок нефти, если он пойдет ниже. Поэтому сделка закрыта, как ты уже отметил по стоп-лоссу, расстраиваться не нужно, возможности на рынке в городах еще будут, и мы о них поговорим. Поэтому сейчас в приоритете покупка евро и продажа индекса доллара. Виталий, слово тебе передаю. Демонстрация уже пошла, все отлично. Всех приветствую. Так, напомню то, что мы обсуждали в прошлый раз. Это было, у меня было удержание позиций шартов по евро и лонг по индексу доллара. Эти все сделки были выбиты по безубытку. То есть, вот это получается, вот эта неделя, когда мы общались. Повыносили там через день по безубытку. Я, в принципе, своим подписчикам в канале давал повторно заходить в шорт. Вот на этом движении после как раз ЕЦБ заседания, вот этого выноса вниз. Вот на этом откате мы шартили. И, в принципе, часть движения вот этого взяли. На данный момент, что я могу сказать по евро? В принципе, на 99% с тобой согласен, что по евро формируется шорт. Вот, точнее, лонг по фрейду. Есть моменты, конечно, которые мне не нравятся. Как я вижу, мы можем как из текущих вырасти и можем сделать какую-то коррекцию и потом подрасти и уже обновить вот эти максимумы, которые у нас были в начале месяца по 1.20. Есть здесь, конечно, некоторые сомнения в этом. Я бы хотел так по-хитрому сделать. Посмотрим, как оно сработает. Это будет в таком варианте. Мы зайдем с текущих в шорт. 1.18.65. Вот на этих значениях можно входить в шорт. Со стоп-лоссом за вот этот максимум – это стоп-лосс 1.19. Профиты будут у нас локальные, где-то в районе 1.18. И, возможно, мы уйдем ниже. И альтернатива будет, я бы выставил, скажем, защитный бай-стоп на пробой уровня 1.19, на пробой 1.19.15. Потому что как-то я все время шортил евро вот в этом диапазоне. То есть вот с этого максимума он немножко уходил. Но это было движение в районе 100-150 пунктов плюс-минус. Есть здесь, конечно, такая парабола, которая, возможно, будет заворачивать вот этот тренд. Но лучше подстраховаться и выставить вот на этот шорт. Если он сработает, это будет небольшой стоп-лосс, где-то примерно 35 пунктов. Выставить бай-стоп. Если сработает стоп, захитчироваться покупкой. В принципе, и у тебя будет покупка, и на пробой. И уже подождать вот такого хорошего пролета на бай-стоп. Получается, мы выставляем по 1.19 со стоп-лоссом где-то в районе там небольшим 50 пунктов. 1.18.50. Ну, там уже нужно будет по факту дальше смотреть, потому что я, скажем, не люблю сильно торговать пробои. Уже по факту смотрю. Ну, как-то вот такую нехитрую комбинацию я бы запилил. Я бы тоже купил здесь, но есть какие-то небольшие сомнения. Они с очень небольшим процентом, что могут завалиться вниз. Это по поводу евро-доллара. Поэтому такая нехитрая комбинация в шорт с небольшим стоп-лоссом, если будем пробивать вот эти уровни 1.19.19.15, то, в принципе, мы можем хорошо уйти наверх. Ну, это как хорошо. Уже время покажет. Уйдем там на 2, на 3 фигура. Возможно, меньше, возможно, больше. И, в принципе, австралийский доллар. Еще бы хотел. Аналогичная картина, аналогичная схема. Шортим с текущих 0.73.15.20. То есть ниже уровня, точнее, так скажем, ниже уровня 0.73.25. Со стоп-лоссом за хай 0.73.45, пусть будет, ну, 50, давайте по 50. Поставим стоп-лосс с надеждой, что мы уйдем в район 0.72.55 и, возможно, ниже. И аналогично выставляем бай-стоп на пробой 0.73.50. Если будем все-таки пробивать вот эти хайи, то, я думаю, что уйдем наверх. Со стоп-лоссом тоже 50 пунктов примерно можно выставить. Такая тоже нехитрая комбинация будет. Посмотрим, как она сработает. Я тоже хотел, в принципе, купить евро. Вот когда после вот этого выкупа, я ребятам писал, даже мы там покупали, шортили франки, индекс доллара. Ну, какой-то они такой откатик странный дают. Возможно, это мне так кажется, но, скажем, в любом случае мы заработаем на этой сделке. Так, ну и, в принципе, по другим инструментам идеи озвучивать не буду. Да, я думаю, что... Они остаются те же, то есть, кто смотрит наши битвы. Ну, пока мы застряли в таких боковичках, немного там ходим по несколько процентов. Так, пока все на месте. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Следим, как и всегда. Следующий эфир у нас с тобой в среду. Я думаю, что точно, как и всегда, будет о чем поговорить всех. Пишите, друзья, в комментариях, какой инструмент вы хотите, чтобы мы рассмотрели. Обязательно сделаем это. Виталий, ну что, тебе спасибо тогда. Хорошей тоже торговой недели. И до следующего. Взаимно. Пока. Редактор субтитров на А.Семкин Корректор А.Егорова